На медне беседовали, о вере рассуждали, о наших христианских достоинствах, и вдруг, друг мой брат надежный, ни в чем дурном не замечен, и говорит, не можем мы жить в благодати, не умеем и не можем. Завсегда и всенепременно мы благодать узаконим, не можем мы жить в свободе. Я притух, попытался возразить, как же, мы ведь духовные, с сердцами плотяными, камни давно уже переплавили, единственная заповедь Господа храним и почитаем, и исполняем, и ею живем, и это и есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Любовь, совокупность, совершенство. Что ты, брат, распалился? Я, как закон, ведь во Христе новое творение, и ничего не мыслимо, кроме Христа, и его примеры жизни и служения. Как и благословенный наш брат Павел говорит, для меня жизнь Христос, представляешь? Жизнь Христос. А для тебя, спросил я брата, и осекся. Вопрос еще до брата не долетел, а уже вернулся ко мне и вонзился прямо в сердце. А для тебя жизнь Христос? Стал думать. А тут опять святой апостол Павел приблизился и говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я сник. Почему я, что не так у меня? Жизнь моя не Христос. И даже страшно стало, во мне Христос не живет. Я мое живет, царствует, властвует, капризничает, ищет своего. И даже что греха таить? Мыслит зло. И любит только себя. И, может быть, еще маломайски терпит тех, которые меня любят. До тех пор, пока они любят. А если что вдруг скажут, или сделают, не по-моему, так держись, страна. Да, похолодел я. Утух, можно сказать. Начал Евангелие читать. Жизнь Христа возникла передо мной. Я с ним, его учениками. Интересное дело. Просто класс. И вот момент. Отошли от Иисуса многие ученики. Осталось двенадцать. Господь ушедших не осуждает. Никак не упрекает их. Он спрашивает до двенадцати. Не хотите ли вы отойти? Замер я. Аж сердце остановилось. Я ведь к себе примеряю ситуацию. Как я реагирую на то, что некоторые отошли? Со Христом я? Или сообразной ситуацией подбираю себе соответствующее богословие? Как Христос поступаю? Или, если живет во мне Христос, тогда я поступаю, как Он поступал. Урок получил. Зарубил себе на носу. Читаю дальше. Вот наступает час. И настал уже, что вы рассеетесь в каждую свою сторону, и меня оставите одного. Я не один, потому что Отец со мной. Что? Ничего себе. Все могут оставить. Но Иисус спокоен и уверен. С Ним Отец. А со мной? Вырвался вопрос невольный. Отец, Ты со мной? Христос, Ты живешь во мне? Чуть-чуть стало проясняться. Мысль возникла. Если Христос живет во мне, тогда я спокоен. Даже если меня оставили все. Я спокоен, если все осуждают меня. Я спокоен, даже если меня ведут на распятие. И в таком покое я могу любить даже врагов. И если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох. Они успокаивают меня. Твой guess? Твой собачок. Твой муж. Ты сθeral. Продолжение следует...